Всем привет, с вами Максим, это канал Хороший Выбор, и в этом выпуске мы посмотрим на самую красивую, на мой взгляд, на сегодняшний день материнскую плату. Производитель Gigabyte, моделька Z170X Gaming 7. Вот это вот красно-белое чудо, очень давно я его заприметил, на Игромире наконец-то получил в руки, и вот только сейчас делаю обзор. Стоит дорого, даже для Skylake'овского Z-чипсета ее цена, ну, довольно кусачая, это около 20 тысяч рублей. Опять-таки, цены меняются, и, возможно, вы смотрите этот выпуск уже немного в будущем, поэтому в описании я оставлю ссылку, где вы сможете проследить актуальную цену, ну, если понравится, в каком-то из представленных магазинов заказать. Но сегодня, на момент записи этого выпуска, это конец ноября 2015 года, вот такая вот материнская плата стоит около 20 тысяч рублей, да. Но выглядит она, на мой взгляд, совершенно потрясающе, выделяется из всего, что есть на рынке. Белый цвет железя вроде как набирает популярность, но в основном это все-таки редкость, и Gigabyte сделали очень выделяющуюся, и при этом очень красивую, не перегруженную, не слишком вычурную материнскую плату. Да, как я сказал вначале, она мне понравилась еще только на первых фотках, когда ее только-только анонсировали. Но давайте посмотрим на нее поближе, с чего она состоит, и что в нее можно воткнуть. Ну, во-первых, процессор. Socket 1151 стала быть материнская плата для новых интеловских Skylake'овских процессоров. Чипсет Z170, так что с разгоном никаких проблем не возникнет. Чипсет закрыт массивным черно-бело-красным радиатором. Не знаю, насколько была в этом необходимость, потому что я бы не сказал, что он как-то очень сильно греется, поэтому это больше, наверное, дизайнерский ход, чем инженерная необходимость. Материнская плата здесь тоже только DDR4 поддерживается, 4 слота только DDR4. И в данном случае у меня также стоит корсаровская оперативка Vengeance DDR4 на 2400 МГц. Ну и по цвету она сюда подходит просто замечательно. 11-фазная цепь питания процессора, которая закрыта массивными черно-белыми радиаторами. 8-пиновый коннектор для подключения блока питания. По вентиляторам. Здесь 5 разъемов для подключения процессорных и корпусных вентиляторов. Все они 4-пиновые, расположены один вот здесь, парочка вот здесь, итого 3, один внизу и один с оперативной памятью, скорее всего, я его отсюда потерял. Когда материнка так стоит, я его не вижу. Один вот здесь. Вот здесь сверху рядом с разъемом процессорного питания есть разъем вентилятора, как я уже сказал, и еще один очень непривычный и необычный разъемчик. Для чего он нужен? Он нужен для подключения вот этой вот задней панельки или заднего щитка. Дело в том, что у этого щитка полноценная RGB-подсветка. То есть, да, в итоге мы дошли вот даже вот до таких вещей. Панелька покрыта оргстеклом, спрятаны светодиодики. Ставите панельку, подключаете к материнской плате и через программное обеспечение настраиваете, каким светом она должна светиться. Из-за того, что здесь слой оргстекла, свет будет довольно равномерным. Правда, он будет сзади вашего корпуса, но, тем не менее, кастомизация — это круто. И также у звукового тракта своя отдельная подсветка, которая настраивается через софт. Да, это не самые важные фишки в мире, и далеко не каждому они нужны. Но зато тем, кому это действительно нужно, тем, кому нравится кастомизация, у кого есть достаточно много свободных денег, они смогут настроить свечение в корпусе прямо вот под свой вкус. И, в общем-то, если у вас большой корпус, как, например, Corsair 780T с большим боковым окном, то внутри можно очень, да, красивую подсветку организовать. Но за это просят, естественно, дополнительные деньги. И еще по звуку. Здесь также используется качественный конденсатор, и также есть заменяемый усилитель, и также есть переключатель, собственно, усиления. У него два положения — стандартное и максимальное. Это может понадобиться, если вы к встроенной звуковой карте подключаете наушники с высоким сопротивлением. Что еще есть из-за интересного и полезного? Ну, во-первых, что бросается в глаза, три PCI-Express разъема для подключения, соответственно, до трех видеокарт. Также есть два разъема для подключения M.2 накопителей. Ну, так же, как и у материнской платы Z170X Gaming 3, на которой недавно был обзор. Здесь больше, чем у того же Gaming 3, SATA разъемов. Здесь их 8 SATA разъемов и 3 SATA экспресса. И также тут нужно почитать инструкцию, если вы их прям все хотите заполонить, подключить максимальное количество дисков. В общем, с какими ограничениями вы можете столкнуться, где может быть падение скорости, вот там есть подробная таблица в инструкции к материнской плате. Опять-таки, если вы подключаете простую конфигурацию из нескольких SSD-шников или из одного SSD-шника одного жесткого диска, то вам ничего не грозит, по большому счету. У материнской платы два чипа с BIOS-ом. Соответственно, если вы вдруг в процессе разгона или в процессе ковыряния в настройках сделаете что-то такое совершенно ужасное, из-за чего материнка не сможет стартануть или еще что-то, вы можете просто переключить переключатель и запуститься с резервного BIOS-а и с него же восстановить значение первого. Это очень удобно, ну и добавляет некоторого такого спокойства при использовании. Плюс на материнской плате есть кнопка включения, кнопка рестарта и кнопка сброса настроек в BIOS-е, что тоже удобно. Если вы, ну, не до критического состояния BIOS довели, но все-таки что-нибудь там лишка накрутили, одной кнопкой сбрасываете BIOS в дефолтное состояние. Также здесь есть индикатор, который отображает пас-коды. Соответственно, в любой момент при запуске материнки, если что-то не так, он выдает определенный код, который значит какую-либо ошибку за расшифровкой. Опять-таки идем в инструкцию, там все возможные комбинации написаны. Ну и также, если все нормально, там тоже будет определенный код. В общем, этот индикатор позволяет отследить процесс работы, процесс загрузки и также облегчает поиск проблем, если что-то вдруг не стартует. То есть мы смотрим на код и сразу понятно, что не так. Неправильный разгон, что-то не то с видеокартой, с оперативкой, с жестким диском. В общем, там все будет отображено. Довольно удобная штука. Ну и что, осталось посмотреть только на заднюю панельку. Здесь, в общем-то, все то же самое, что у Gaming 3. То есть есть два USB-разъема с отдельной линией питания. То есть заявлено, что это крайне малошумные разъемы, и они предназначены для подключения внешней звуковой аппаратуры. Единственное, что здесь нету DVI, здесь есть HDMI и DisplayPort. Вот увидеть DisplayPort на материнской плате для меня было немного неожиданно и непривычно. Также есть разъем USB Type-C и 4 USB 3.0. Выходы со встроенной звуковой карты и два LAN-разъема, которые управляются все тем же киллер-чипом, для которого нужны отдельные драйвера, отдельный софт. Довольно удобная штука при использовании. То есть мы можем отслеживать, какие программы потребляет трафик, какие-то ограничивать, какие-то совсем блокировать. То есть это нужно для того, чтобы у вас во время игры фоном вдруг внезапно ничего не начинало скачиваться и не появлялось внезапных лагов. Но, как я уже рассказывал в обзоре Gaming 3, Windows 10 не имеет встроенных драйверов, поэтому при установке системы вам каким-то образом нужно будет подключиться к интернету, либо с другого компьютера, либо телефон в режиме модема к компьютеру подключить и эти драйвера скачать. И уже только после этого вы сможете спокойно выйти в интернет без всяких лишних манипуляций, вот напрямую подключив сюда коннектор. Ну и еще по разъемам, два разъема для подключения корпусных USB 3.0 портов и два разъема для подключения корпусных USB 2.0 портов. Ну и в коробке, которую я уточил с Игромира, с разрешения, естественно, компании Gigabyte, лежал еще вот такой вот постер с invite-кодом на World of Ships. Я не знаю, какая версия будет продаваться, опять-таки, на территории России, на территории СНГ. Будет ли там invite на World of Ships или, может быть, на World of Tanks, опять-таки, как с Gaming 3. Но в любом случае что-то интересное там внутри будет. То есть стираете вот эту вот защитную полоску, вводите код в игру, получаете также премиум на несколько дней, определенное количество игровой валюты. Ну и, в общем-то, радуйтесь, если вас это интересует. В остальном материнка очень дорогая, при этом очень красивая. Да, такие вещи невозможно рекомендовать всем и каждому, потому что далеко не всем по карману и далеко не всем нужно такое количество фишек и наворотов. Зато те, кому нужно, это будет интересно. Мне материнка понравилась чисто внешне. Я бы, может быть, даже отважился бы на нее копить вот просто за внешний вид, если бы у меня был такой корпус. Но если бы я не вел канал, то у меня ни корпуса, ни материнки, скорее всего, не было. И это бы меня тоже не сильно интересовало. А вот сейчас есть канал и есть доступ к материнкам, и могу играться с такими очень-очень красивыми и очень дорогими игрушками и показывать вам. Можете не завидовать, потому что у меня материнку забирают уже буквально на этой неделе. Ну, в любом случае, было очень интересно вот буквально подержать мечту в руках, качество сборки, качество компонентов, все замечательно, выглядит здорово, стоит дорого. Пожалуй, на этом можно и закончить. Спасибо за внимание. Ссылка на актуальную цену на материнку есть в описании. Загляните, посмотрите. Если очень понравится, то и купите. Также в описании ссылки на наш инстаграм со спойлерами, на группу ВКонтакте. Посмотрите, какая там движуха идет. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, если вам здесь нравится. И увидимся в новых выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok